приветствую вас друзья я снова на Катраме вы можете видеть Катрамский монастырь пью чай но и я тут не один собственно говоря тут иеромонах Анухри с нами его друзья вот хорошо на природе я пристань нашел ну предположительно это была монастырская пристань раньше вот сейчас чай допью и хочу туда прокосить тропинку что получится покажу пока время позволяет то есть без ночевки так сегодня просто приехали пришли вернее что здесь надо пешком идти долго либо по воде добираться так вот водный путь сейчас недоступен потому что суш стоит вода в речке Катрама упала уровень упал вот так поэтому на машине и пешком но погода хорошая я бы не сказал что сильно жарко дождя нет слава богу кто не видел предыдущие ролики смотрите внизу по ссылке там все походы сюда прикреплю то есть я показываю здание храма каменного который тут сохранился вот кстати говоря давайте я сейчас немножко вам кое-что покажу вот видно стены каменные которые сохранились часовня это уже выстроена и вот здесь смотрите шершни гнездо шершней вот там они охраняют часовни вон они тут выстроили выстроили чего штука опасно лучше не подходить однако же молебен отслужить получилось зашли мы туда аккуратненько и шершни нас не трогали короче сейчас чай допил немножко выкашу там покажу вам что я нашел ну кто здесь часто бывает знает скорее всего а вот я узнал такое есть скорее всего наверно там раньше и было от пристань и вот немножко тут выкосил иван-чай человеческий рост наметил тропу на лодке то лучше здесь как мне кажется место красиво до сюда выкосил дальше некогда собираться тут в принципе уже вот стены видно вот тут по полю по полю и он дотуда сейчас вот там включусь дальше покажу вот и все здесь вообще трава низко он оттуда вот вот в этих кустах наша беседка полянка березки березки растут хорошо здесь вот рябинка он ведь и дикая мы вот в лес лес такой относительно относительно чистая немножко не туда зашел надо было было брать было брать правее ну ладно не запомнил то есть вот тут и берег такой твердый относительно вот и вот сейчас пристань вы сейчас увидите вот пожалуйста даже лодка здесь есть и не одна но шлепанцы читайся на то лодка на как бы все вот это ничего еще и озеро пожалуйста сейчас вода упала но обнажилась ил сантиметров на 30 но тем не менее нормально приставать можно пвх на лодке вполне себе неплохо вот такое вот место об на обнаружил пожалуй здесь в следующий раз лучше приставать все надо собираться на тропинка кусты немножко под расчистить нормально будет так две тропы одна туда идет другая сюда вот тут вот есть место вот такое как бы проваливаться немножко грунт вот здесь вот видите все торф такой но это нет этого не так много как там тут тропинку вычистить будет все хорошо выход красивый а возвышенность холм холмик такой на поле так ну все в обратный путь в общем надо сейчас где-то 10 километров по лесу до машины и домой и вновь до скошенной своей тропинке добрался вот 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 написано в все мы собрались выдвигаемся в обратный путь видите все чисто четки сануфрия тут надо не забыть вот это я специально показываю для любителей так скажем поговорить за экологию как как говорят вот что ведь мы все все убираем убираем за собой все поехали четки все забрали вот отец она взял а спросите вы что мы делали на кадрами а мы просто пришли к преподобному ануфрию послужить молебен все и немножко привести место порядок скосить траву что-то попланировать может по дальнейшему развитию территории вот ведь какие колеи на машине уже не проедешь никак на моей моей ниве ручей речка все пересохло но тем не менее а такие места вот есть хорошая такая дорога встречается казалось бы до самого места проехать вот если бы не такие вот такие моменты с другой стороны тут рассуждали может это и неплохо что такое труднодоступное место иначе все туда ехали и неизвестно чем бы это кончилось а так всегда знаешь кто когда туда поехал далеко не каждый туда поедет далеко не каждый знает как туда проехать поэтому уж так хорошо а кому надо те приедут слив паломников брать рыбаков охотников тоже от колеи очень тут связка топка всех бревна встречается вот этот путь вот 10 километров по лесу примерно если я не ошибаюсь с не больше по моему 10 лес красивый вот сейчас кстати говоря теле философское видео вот я сейчас по философству и немножечко опять же по лесу ликбез вам устрою вы часто значит просматривая мои ролики возмущаетесь что вот леса вырубают что ты я мой бизнес как бы имеет к этому отношения но друзья ведь когда что-то вырубается значит это кому-то надо правильно а что такое кому-то надо кому-то это вам потребителям вы строите дома себе почему я тут в одном из недавних видео так гневно говорил что живите в пещерах там землянках шалашах и так далее потому что все что вас окружают оно сделано из леса людей много на земле а лесов мало потребности у всех одинаковые вот у меня у меня Анна Ионова обиделась что я и тут так немножко грубо ответил по поводу лесов что ее задели эти слова что вот вот не стройте тогда отказывайтесь от стройки так ведь и вот и каждый так рассуждает пусть а пусть они отказываются а я буду почему я не имею права так вот друзья вот каждый так рассуждает и никто не будет отказываться от благ цивилизации а эти блага они создаются вот из этого леса вот вот то есть это замкнутый круг пока каждый из вас не будет задумываться об этом вот прекрати заготовку вырубку вы же первые заводите где строительные материалы почему нет мебели почему нет досок почему нет того третьего из дерева вы первые будете кричать дайте нам так вот вам ответ так что зря вы так вот меня оскорбляете обвиняется кого то еще мы просто удовлетворяем ваши потребности я думаю что очень теперь понятно объясню каждый думаю должен уже осознать вот это вот если он это не осознавал конечно просто честно себе признаться в этих вещах и посмотреть в первую очередь на себе а не обвинять других это как воспитание детей воспитать сначала себя потом от детей требуй того что ты от них требуешь сам достигни сначала этих своих вот пожеланий вот и все вот и машина наконец-то сейчас я вам покажу правую сторону в какой грязи приходилось о грязи так открываем ну ребята вот смотрите вот здесь вот я буксовал сейчас мы попробуем все это дело проехать что дожди развезло видите как машина таскает ну нормально блокировочка все дела главное вот здесь вот не присесть здесь вот главное не присесть в этом месте сейчас мы его попробуем а ну тут нормально шарабан загремел в багажнике церануфрия ну и все в принципе это здесь уже таких мест больше злых не будет вот я уже показывал можно сказать что выехали коварная дорога ее развозят в дождь там приседаж там где раньше не приседал вот выехали из леса вот смотрите вон датсун до сюда доехал неплохо кстати справился с этой дорогой здесь она не вся такая там есть довольно таки сложные места и вот клиренс датсуновский выручил здесь очень сильно владельца вот я сейчас жду сопровожу до выезда и домой и все датсун молодец там все преодолевает успешно все тут грязи встречающиеся не убежали не не дать не обживая Сейчас он дорогу, наверное, напортит. Посмотрим. Да не, ничего. Че, поедем. Через все это переваливаться. Ох, е-мое. Как Датсун здесь поедет? Не знаю. Днищем. Сейчас, наверное, проскребет. Немножко тут ему. Вот тут. О, видите как. Все. Прошел. Вот вам. Поснимаю еще. Такие. Такие моменты. Ехали сюда. Дорога лучше была. Сейчас лесовозы. Уже попортили. Доски взборонили. Так. Значит, на чем я остановился? Анонс, что вы увидите в следующих сериях. В следующих сериях поедем мы с вами в деревню. Вот вдоль Лэпки дорога по горам. Помните? Как такой этот самый огромный спуск и такой же подъем. Вот мы с вами туда и отправимся. То есть, я думаю, что деревня там полностью заброшенная. Вот и посмотрим, что же там. Деревня большая, судя по всему. Не будем загадывать. Все увидим. Так что вот. В общем, все, друзья. Всем пока. До новых встреч на канале. Добра, здоровья и удачи. Как водится.